Власть устойчива только тогда, когда она носит элемент сакральности, то есть священности по-русски. С чем же может быть связана эта священность? Если мы вспомним Древний Египет, то для народа формировалось представление о священности власти с помощью отождествления фараона и Бога. Над фараоном стояли иерафанты, 11 левых, 11 правых, как и сейчас над П. резидентами. Но народ воспринимал фараона как божество. И для этого помните вы, наверное, сюжеты из художественной литературы, когда подгадывалось затмение, когда выходил человек, и все понимали, что он с Богом напрямую. Вот тот, кто связан с Богом, он всегда почитался людьми. Поэтому сакральность может быть обеспечена только по линии какой-то связи с Божьим промыслом, если угодно. Поэтому помните нашу русскую поговорку «Богу не грешен, царю не виновен». То есть как-то народ тоже где-то в душе долгое время отождествлял царя и Бога. «Богу не грешен, царю не виновен», понимая, что царь работает в связке с Богом. И большое влияние на предание сакральности царской власти в свое время имела церковь. Церковь во многом формировала эту сакральность. Но потом церковь как-то начала в глазах народа, по крайней мере, сама утрачивать вот этот элемент сакральности. Если мы вспомним пословицы и поговорки русского народа из сборника Владимира Ивановича Даля, то она звучит так. «Церковь близко, доходить склизко». «Попы за книжки, а миряне за пышки». «Когда смотришь, как они верят в Бога, так и хочется уверовать в черта». Вот такие народные наблюдения. И церковь сама начала утрачивать элемент сакральности, а вместе с нею и царь. И царизм таким образом закончился. Потом началось вот это лихолетие перепутья. Но вот эту сакральность власти, как это ни странно, может быть, кому-то покажется, восстановил Иосиф Виссарионович Сталин. Он как раз понимал вот эти вещи, что в основе, что лежит, это такая великая божья справедливость. И поэтому в свои 18 лет Сталин, как вы помните, написал такие стихи. «Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовом пандуре, с нехитрою песней своей. В напеве его и в песне, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Но люди, предавшие Бога, хранящие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему, сказали ему, будь проклят, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Сталин понимал возможности тех алгоритмов, на которые он все-таки и вышел в 1953 году. По сути, он в 17 лет описал свою судьбу. Но он, поскольку понимал это, то он всегда играл на грани фола. Он вынужден был, так сказать, представляться несколько иначе, но у него был стержень, потому что он работал не на себя, он всегда работал на большинство. И поэтому он понимал, что такое большевик. И поэтому после себя он оставил стоптанные сапоги, гимнастерку, вот и все практически, что он для себя. Кто-то говорят, что он вот просто власти жаждал, но ничего он не жаждал. Он просто опередил свой век лет на сто примерно, и поэтому ему тяжело было. У него не было в окружении тех, кто мог бы его поддержать и провести вот эту линию. Ну и народ это ощущал уже на уровне бессознательного, что Сталин проводил в конечном счете вот эту линию на интересы большинства. А тем самым он приобрел некую сакральность. Сталин, наверное, это очень хорошо понимал, потому что вы, наверное, слышали такой эпизод, когда его сын Василий где-то там напроказничал, а потом, когда к нему предъявляли претензии, он там, грубо говоря, послал всех подальше, сказал «Я Сталин». И вот когда Сталину об этом стало известно, он вызвал его к себе и устроил очень серьезную взбучку. И когда он сидел, завершил он это чем? Он сказал «Запомни, ты не Сталин, запомни, что и я не Сталин». И потом показал на портрет «Сталин, вот он, вот Сталин». То есть вот Сталин как раз понимал, что он формирует некое движение концептуальное, если угодно, некое явление в природе новое, когда усилия власти нацелены на интересы большинства. При этом в нашем жестоком мире, когда на территории России разные кланы международные выясняли отношения между собой, лилась кровь, творилось насилие, убивали людей, но это не руками Сталина делалось. Везде, где хватало силы, воли и знания Сталина, оно препятствовало этим процессам. Что такое Сталин для всех нас? Ну, Сталин это, безусловно, крупнейшая фигура русской истории. Это фигура с точки зрения властной системы, это фигура номер один. Это символ эпохи, когда у России была большая стратегия, большой стиль и большой проект. И не случайно, чем дальше мы уходим от времен Советского Союза, чем больше грязи выливается на советское время, на самого Сталина, тем больше интерес к Сталину, тем больше очков он набирает и у молодежи. То есть все получается по тому, как когда-то сказал Сталин. Он сказал, что когда он умрет, на его могилу нанесут много грязи. Но потом поднимется ветер истории, который всю эту грязь размечет. И так оно и получается. Ветер истории уже почти разметал эту грязь. И не случайно, что все компании по десталинизации контрпродуктивны. Они контрпродуктивны не только потому, что те люди, которые их организовывают, они убогие и тупые, плохо знают историю, не изощренны в спорах, а скорее всего ведут себя часто очень как заполошенные торговки на рынке. Или как один, так сказать, такой часто подвязающийся в качестве антисталиниста персонаж все время кричит о позоре. Это мне напоминает мультфильм Маугли, когда Шакал Табаки кричит «Позор джунглям! Позор джунглям!» и никакой аргументации. И в этом отношении, когда меня спрашивают, а почему Сталин и сталинские времена становятся так популярны, что их популяризирует, у меня ответ очень простой. Нынешняя система, которая существует в России с 1991 года, а точнее с самого конца 80-х, это лучшая реклама Сталина и сталинской эпохи, это лучший аргумент в пользу этого строя. На самом деле, да действительно так, поскольку у меня был такой знакомый, прекрасный Борис Свешников, это известный художник, график, и он отсидел в сталинское время, и уже под конец жизни, когда он увидел перестройку, увидел постперестройку Ельцина, он мне сказал, что он стал сталинистом. И от него, от этого утонченного, пострадавшего в сталинскую эпоху графика было слышать это удивительно, но в то же время закономерно. Да, конечно, конечно. И когда, вот если провести инвентаризацию, кто ненавидит Сталина и за что? И ведь вообще, в принципе, человека определяют не его друзья, человека определяют враги. Когда говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты, я чаще люблю перефразировку. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Кто враги Сталина? Кто больше всего ненавидит Сталина? И одновременно боится, потому что ненависть идет рука об руку всегда с боязнью. Это как жадность и трусость, это вместе. Так вот, прежде всего, конечно, Сталина ненавидит номенклатурное и околономенклатурное варьё, которое понимает прекрасно, что сталинская система, при том, что воровали и при Сталине, но при Сталине за это и наказывали. То есть, воровать безнаказанно и устраивать гаремы вокруг, например, Министерства обороны, ну, в сталинскую эпоху это было просто невозможно. И даже близко к этому приблизиться было невозможно, никому бы голову не пришло. То есть, прежде всего, Сталина ненавидят советские и постсоветские либералы от власти. Ведь что такое был советский либерализм от власти? Это были такие же столоначальники Самадуры, как и те, кого называли нео-сталинистами часто. Но либерал по-советски это был человек, который хотел потреблять больше, чем ему положено по номенклатурному рангу, который хотел часто ездить за границу. То есть, хотел такое, ну, нарушение правил системы. То есть, ранг один, а вот потребление у меня должно быть другим. И в этом отношении, так сказать, совершенно это неприязнь понятна. Кто ненавидит на Западе? Это более серьезная вещь. Дело в том, что Сталин дважды срывал планы глобалистов. Первый раз он их сорвал в 20-е годы, когда в России победили представители проекта «Мировая революция». И согласно этому проекту, если бы он осуществился, Россия превращалась бы в хворост для мировой революции. Мировая революция сметала бы национальное государство. И, в принципе, скорее всего, после этого Фининтерн брал бы верх над Коминтерном. По крайней мере, именно так планировалось в Фининтерне. И материальных и политических, властных и информационных возможностей у Фининтерна было побольше, чем у Коминтерна. Второй вариант. Это Россия превращается в сырьевой предаток Запада. Но оба варианта могли комбинироваться. Когда Сталин поломал проект «Мировая революция» и заменил его строительством социализма в одной отдельно взятой стране, то есть созданием Красной империи, в 1929 год окончательно ставится крест на мировой революции, как в проекте высылается Троцкий. И очень показательно, что с 1929 года начинается интенсивная, прежде всего, британская, а затем американская накачка партии Гитлера. То есть проект «Мировая революция» не сработал, значит, будет мировая война. И вот этот первый слом проекта, он был очень важен. И второй раз Сталин сломал планы глобалистов, когда не позволил Гитлеру разгромить Советский Союз. Ведь и британцы, и американцы рассчитывали на то, что Гитлер сломает хребет Советскому Союзу, а потом англо-американцы сломают хребет Гитлеру. Вышло по-другому. Советский Союз сломал хребет Гитлеру. Британскую империю Советский Союз раскурочил, фактически подыграв Рузвельту. Одна из главных задач Соединенных Штатов в мировой войне была уничтожить Британскую империю. Аллен Далес об этом говорил, не скрываясь. То есть из Второй мировой войны вышло две сверхдержавы. Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. То есть Сталин, автор нового неоимперского проекта в 20 веке, сделал почти невозможное. Если в начале 20 века столкнулись глобалистский проект англо-саксов, англичан и американцев, и имперский проект, империя Османская, Австро-Венгерская, Германская, Российская. И глобалисты сломали эти четыре империи в ходе Первой мировой войны. Первая мировая война это терминатор евразийских империй. И тут возникает неоимперия, красный проект, которая имеет мощную производственную основу, мощный ВПК, мощный идеологический драйв. И Евразия оказывается, огромная часть Евразии оказывается объединенной в этой системе. То есть Сталин это автор антиглобалистского неоимперского проекта в 20 веке. И кроме того, Сталин показал, что можно противопоставить глобалистам. По сути это альтернатива. Это альтернатива глобализации. Сталин отодвинул глобализацию, ну если считать 29 год, годом окончательного свертывания проекта мировой революции, который был левоглобалистским, и довести линию до 91 года, ну Сталин почти на 70 лет, на 60 лет отодвинул глобализацию. Чего естественно хозяева мировой системы ему простить не могут. Я читал в целом ряде книг, как в 1820-е годы после Наполеоновских войн Великобритания политически, а Ротшильды готовы финансово были это поддержать, британцы хотели создать нечто вроде вот такого мирового управляющего органа. Но Александр I, так сказать, так самортизировал это, а Николай просто поломал этот проект, потому что Николай I был имперец. И отсюда такая ненависть Ротшильдов к Романовым. Во второй половине 19 века Александр II, а затем Александр III посылали своих посредников к Ротшильдам, чтобы убедить их перестать финансировать революционеров в России. Ротшильды, правда, делали это не напрямую, а через Кунов, Лейбов. И оба раза ответ был очень жестким. Никакого мира с Романовыми. Но Сталин сделал значительно больше против глобализма, чем Романовы. То есть ненависть этих людей к нему естественна. И есть еще одна причина. Вот эти кампании на Западе прежде всего, ну и, так сказать, пятая колонна у нас работает тоже в этом направлении, приравнять сталинизм к гитлеризму. Здесь очень хитрый проект. Дело в том, что целеполагание современной североатлантической элиты очень напоминает нацистское. Но только не в брутальной форме, а в такой мягкой. Сокращение населения планеты. В чем сокращаться должно именно население тех районов, где много минеральных ресурсов, ну и так далее. Логика такая. Уравнять сталинизм с гитлеризмом, навесить на сталинизм все минусы и вывести гитлеризм из, так сказать, как такую форму, ну, может, это такой мягкий тоталитаризм, а вот сталинизм это жесткий тоталитаризм. И облить грязью и скомпрометировать единственную реальную альтернативу вот этому глобальному порядку. Потому что гитлеровский рейх не был альтернативой глобализму. Это был такой немецкий путь в глобализацию. Глобальная империя. То есть он был имперский по форме, но глобалистский по содержанию. Сталинский проект был имперским и по форме, и по содержанию. Плюс он был антикапиталистическим. Проект Гитлера не был антикапиталистическим. Но отсюда такая ненависть. Естественно. Но это же означает, что чем серьезнее будет сопротивление глобализации и глобализму, тем активнее люди будут вспоминать и фигуру Сталина, и его проект. Вообще русофобия существует в двух таких ипостасях. Собственно русофобия и советофобия. Потому что когда говорят, мы за Россию, но против Советского Союза, это от лукавого. Это либо лукавые люди, либо идиоты. Потому что пик развития исторической России это советская эпоха. И более того, Советский Союз это модерн русской истории. Потому что царская Россия, поздняя царская Россия, это не был модерн. Это был такой модерн. Не зенький, не зенький. А это был массовый модерн. И это были совершенно фантастические успехи во всех сферах. И естественно, кому эти успехи не нравятся, естественно, их как-то пытаются опустить. А Сталин здесь ключевая фигура. Потому что на нем сходится абсолютно все. То есть формально бьют по Сталину, а на самом деле бьют по Советскому Союзу, бьют по России. Кстати, опять же, ничего нового в этом нет. Вот все вот эти выходки и маргиналов, и не маргиналов по поводу советского прошлого и по поводу Сталина, это удары по России, по русскости. Это информационная, психоисторическая борьба против России. Интересно, вот вообще российская власть сегодняшняя, руководство, оно сознает вот эту дилемму трагическую, что если продолжать вот эту кампанию, которая так или иначе в СМИ ведется, государственных, выступает, звонит за своими хрониками и так далее, закрывается, драпируется мавзолей, то, по сути дела, вот эти потенциалы русской истории, они не включаются, они остаются запечатанными. На что, собственно, и направлена вот эта кампания этих Добрыниных, то есть не допустить тотальной сталинизации. Я не думаю, что они реально рассчитывают на десталинизацию, где 70% населения помнят и почитают Сталина. Я думаю, что дело здесь вот в чем. Вот это возвращение суверенитета России, которое началось с сирийского кризиса и которое добирает силу сейчас во внешней политике по мере развития украинского кризиса, это такое частичное возвращение суверенитета, потому что без возвращения суверенитета в духовной сфере и в экономической, но прежде всего в духовной, потому что победы в физике куются победами в метафизике. Так вот, без этого вернуть полностью суверенитет нельзя. И те люди, которых это не устраивает, они проявляют себя такими акциями. Но в то же время, обратите внимание, пока что в этом задействованы маргиналы. Я думаю, что это такой пробный шар. А как общество среагирует? Ясно совершенно, что эту часть, определенную часть власти, определенную часть ее интеллекту и обслуги очень волнует тот факт, что, несмотря на 25-30 лет поливания грязью советского прошлого Сталина, Сталин остается популярной фигурой. Более того, его популярность, и популярность советского прошлого растет, несмотря на все чернушные фильмы, несмотря на пропаганду. И это, в общем, понятно, почему. Когда люди в реальности, особенно молодые люди, сталкиваются с социальной несправедливостью, с отсутствием лифта, с кричащим, наглым, тупым, бьющим через край вот таким, так сказать, богатством, когда тебе демонстрируют, сказать, я богат, а ты очень умный. Ну, почему, если ты умный, ты не богатый? Вот здесь советское прошлое со всеми его изъянами, оно становится альтернативой. И кто кузнецы советского прошлого? Ну, такие люди, как Сталин. Сталин – это развитие. Сталин – это победа. Сталин – это относительное равенство. Сталин – это великодержавный статус России, потому что из Великой Отечественной войны Россия вышла сверхдержавой. Не сразу, но к середине 50-х годов уже стала. А атомные и водородные бомбы – это сталинский фундамент. И мне странно, когда кто-то во власти пинает Сталина или Берию, не понимая, что если бы не эти труды по созданию атомной бомбы, да с ними сейчас вообще никто за один стол не сел разговаривать, разбомбили бы как сербов, балканских, русских и все. Еще есть такой фактор, как сталинская солнечная оптимистическая культура. Конечно. То есть вот этот декаданс, который на нас пролили, этот мрак, это ощущение безнадеги, оно, собственно, как раз и перечеркивалось вот этим солнечным сталинским блеском. Да, и причем этот блеск, он был очень мощным в 50-е, 60-е годы. Достаточно посмотреть обложки журнала техники молодежи за 50-е, 60-е годы. Вот это и есть тот оптимистический рог. Туманность Андромеды, Ефремова, ранние Стругацкие. Это вот это и есть... Культурология. Да, это и есть сталинская солнечная культура. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»